на самом деле даже вам в каком-то смысле повезло что именно это пара попадет под запись потому что именно здесь и в этот и в следующий раз я буду рассказывать наиболее важные вещи для того чтобы первые две большие задачи сдать получилось так что возможно вы еще потом будете это пересматривать по поводу добавления в контест я не буду добавлять по одному но вас таких кто не смог добиваться в контест человек не знаю 50 может быть вот я в какой-то момент зайду еще раз таблицу еще раз копипащу все логины кто повторно писал и добавлю в контест я наверное сделать и сегодня после пары вот писать мне в личку по одному добавь меня в контест надо пожалуйста но я же не могу каждый раз открываться и по одному вас добавлять добавлю всех разом так мы продолжаем опы прошлый раз мы начали тему третью которая называется в день его п и разобрали первые два пункта из нее вот а сегодня мы переходим к следующему и пункт называется конструкторы и деструкторы возможно надо светлую тему сделать или не надо и так нормально если темная тема плохо то можно светлую сделать ну ладно кто не жалуется поэтому оставлю так ну так вот напомню можно объявлять свои классы ну я давайте чтобы не париться с приватностью буду объявлять структуру вместо класс пока что написать паблик постоянно вот такая структура ну если в ней есть какие-то поля да и даже если нет никаких полей я могу просто вот объявить проинциализировать по умолчанию вот при такой при таком сознании создается объект данные структуры у которого все поля проинициализированы по умолчанию то значит проинциализированы по умолчанию это значит как если бы они локально были объявлены так как написано так и проинциализированы в данном случае все будет рандомное значение а если бы тут был написан вот так то это бы означало что x по умолчанию в случае когда структура создается по умолчанию этот это поле равно нулю вот кстати такой синтаксис только стиль плюс 11 появился как и странно поля по умолчанию инциализировать значениями вот но тем не менее если я хочу значит явно указать чему равны поля это я все напоминаю дата я могу использовать вот такой синтаксис я могу написать там один запятая 2.0 скажем фигурных скоб порядку перечислить тогда каждое поле проинциализируется соответствующим значением вот но если у меня это уже класс они структура то такое дело не сработает вот почему это не сработало ну то есть пока это было структурой так можно делать было а когда стало классом нельзя ну вы скажете ну как же так я же говорил что классе структур ничем друг от друга не отличаются да это правда ничем не отличаются дело в том что здесь причина в том что это приватные поля вот приватные поля инициализировать таким способом нельзя это я напомню называется агрегатная инициализация и если поля публичные были бы все и структура называется plane есть такое формальное определение plane plane all the data что ли ну короче структура в которой просто данные лежат какие-то и можно запрямую к ним обращаться я не помню формальных определений это этих всех при каких условиях можно двигаться нет вот но если вкратце то когда все поля личные и так нет каких-то непривиальных методов нет там всяких наследований непонятных виртуальных и прочего когда может если это класс то так его пронизировать не получится смысле с приватными полями как минимум и нам нужно какой-то другой синтаксис для того чтобы создавать объект класса от данных параметров вот допустим я хочу создать объект я хочу уметь создавать объекты этого класса с какими-то изначальными параметрами не просто по умолчанию а с какими-то параметрами вот ну типичный пример давайте я напишу класс комплексных чисел комплексных чисел я не знаю правильно до сих пор вот ну важно вот и так так правильно ну его будут приватные поля да какие могут приватные поля вещественная часть мнимая часть вот и я хочу научиться создавать объекты этого класса от разных параметров например я могу хотеть создавать комплексные числа просто одного дабло тогда вещественная часть должна быть равна этому дабло а комплексно нулю вот могу хотеть создавать от двух дабло тогда соответственно будет вещественная часть а могу по умолчанию тогда чтобы все нулю стало равно вот такую вещь хочу сделать вот чтобы объяснить компилятору как должен создаваться объект класса от данных параметров что должно происходить как должны инициализироваться поля и возможно что-то еще должно происходить когда вы объект класса пытаетесь инициализировать какими-то параметрами вот для этого используется конструктор конструктор это специальный метод смысл которого в том что он описывает как создается объект от данных параметров конструкторы это пишет следующим образом давайте например напишу как мне создать объект класса комплекс от двух дабло я пишу прям внутри класса метод с названием как у этого класса комплекс если метод классе называется в точности также как сам класс то этот метод является конструктором ну я пока напишу его с плохим очень код стайлом потом постепенно я буду шаг за шагом делать лучше но вот я написал конструктор и в этом теле конструктора я напоминаю что сейчас очень плохой код стайл вот но я могу написать что я могу сказать значит что мой ре это тот ре которыми дали и мой им это тот им который мы дали вот я объявил конструктора двух параметров правда он приватный вот его надо сделать публичным а теперь я могу из функции main создавать комплекс от двух дабло например 1.0 2.0 вот теперь у меня комплексы умеют создаваться от двух дабло ну я могу вывести в принципе на экран поля там сделать публичными проверишь он создался может мне поверить вот неважно поля были бы публичными или приватными вот на самом деле конструктор можно определять у структур конечно и даже если не все поля публичные тоже можно определить конструкторы вот и если вы хоть один конструктор определили то агрегатная инициализация по моему тоже уже перестанет работать то есть вот если я сейчас сделаю все поля публичными то по идее должна работать агрегатная инициализация ну у меня же все поля публичные все просто нет агрегат инициализация все еще работает а то есть у меня получается поля вот так инициализируется несмотря на то что конструктор есть но если я вот так пишу это значит я вызываю свой конструктор так ну хорошо как только я определил хотя бы один конструктор у меня уже пропадает возможность создавать комплекс по умолчанию вот агрегатные фигурные скобочки не пропадает возможность использовать но если есть хоть один конструктор который я сам написал то вот такое уже не будет работать час будет цель и почему так ну потому что компилятор считает что если вы сами решили определять способы создания вашего класса от параметров то уже способ по умолчанию он не будет вам за вас создавать вот ну значит вот это ошибка компиляции можно конечно делать перегрузку конструкторов то есть написать несколько конструкторов от разных параметров например вот будет конструктор который принимает только один double и будет он делать вот это вот теперь я могу создавать конструкторы ой создавать комплексные числа от одних только double да но мне нужно здесь сказать что им я про специализирую нулем вот теперь если создаюсь от одного числа то это получается что вещественная часть равна и этому числу а мне мою нулю вот это было перед этот перегрузка конструктора вот значит люблю вареные яйца спрашивают обязательно писать здесь стрелочка ре или можно просто писать ре ну а здесь я пишу здесь стрелочка ре потому что у меня вот это имя локальное она затмевает поле если у меня бы было да то есть если параметр назывался иначе то я могу безвис к нему обращаться поэтому я говорю что меня плохой подставил я сейчас это поправлю я сейчас скажу как правильно писать вот чтобы таких коллизий не возникало даже если у вас параметр затмевает поле вот это была перегрузка конструктора вот но я могу и конструктор без параметров захотеть определить сам как я это буду делать ну логично что вот так вот ну но тут я могу написать значит вис стрелочка ре равно нулю и вис стрелочки там просто ре равно нулю им равно нулю но я могу сделать и проще я могу просто здесь по умолчанию проставить эти значения и тогда мне не придется проставлять чему они равны в случае когда я не написал чему они равны вот если у меня здесь проставлены значение по умолчанию то когда вызывается конструктор они по умолчанию этим и инициализируются и дальше если я что-то им присваивают то значение заменяется на это. Но чтобы мне не писать присваивание нуля каждый раз в каждом конструкторе, я просто могу по умолчанию сделать его полям. Считать, что если ничем не принципиализируем, то я принципиализирую этим. И вот теперь я снова смогу создавать комплекс без параметров. Впрочем, если я так напишу, это будет некорректно, потому что это с точки зрения синтаксиса объявление функции с возвращением к типу комплекс именем c3 без параметров. Чтобы создать комплекс без параметров, надо просто вот так написать. Вот это я сейчас объявил, комплекс без параметров. Если бы я вот этого не написал, то это была бы ошибка компиляции, напоминаю, потому что после того, как вы хотя бы один свой конструктор определили, компилятор перестает за вас определять конструктор. Компилятор перестает генерировать за вас конструктор без параметров. Вот этот конструктор, который без параметров, он называется default constructor. Ну, дефолтный конструктор. Конструктор по умолчанию по-русски это переводится. Вот конструктор по умолчанию, он, значит, это тот самый конструктор, который вызывается, когда вы вот так вот свой объект создаете. И он по умолчанию существует и без вас, если вы ничего не напишете, никаких конструкторов. Так, компилятор генерирует конструктор по умолчанию сам, даже если вы сами не объявили конструктор. Но если вы объявили конструкторы, хоть какие-то, то конструктор по умолчанию будете добры тоже сами написать, потому что компилятора за вас тогда уже не будет ничего додумывать. Вот. Что делает конструктор по умолчанию, который генерирует компилятор? Он просто все поля инициализирует значениями по умолчанию. В частности, если поля – это тоже объекты класса, то у них будут вызваны конструкторы по умолчанию. Вопрос. Адвигатная инициализация от двух параметров работает как и раньше или вызывает конструктор? Да, это хороший вопрос на самом деле. Я и сам не знаю. Давайте проверим, потому что вопрос на самом деле интересный. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы это проверить. Да, то есть смотрите, вот я сейчас создал комплекс от двух чисел и посмотрел, что создалось. Конструктор у меня переставил местами поля. А если я фигурные скобки напишу? Знаете, мне кажется, может, что и конструктор вызовется действительно. Да, 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 да. Короче, спасибо за вопрос. На самом деле, да, когда у вас определен конструктор, все-таки это неправда, что агрегатная инициализация продолжает работать. Даже если вы будете фигурные скобки ставить после этого, будет конструктор вызываться. Да, вот так это работает на самом деле. То есть когда вы определили конструктор, уже агрегатной инициализацией вы пользоваться не можете. Ну, то есть вы можете фигурные скобки инициализировать, но это будет все равно, вы как будто конструктор вызываете. И, соответственно, поля будут в обратном порядке. Ну, я проверил это. Вот. Ну, хорошо. Вот у меня есть несколько конструкторов. Теперь поговорим вот о чем. Я вам сказал, что когда компилятор, ну, когда не написано, чем инициализировать ваши поля, они по инициализированы значением по умолчанию. Но дело в том, что когда вы входите в тело конструктора, вот здесь вот, к этому моменту поля уже должны быть чем-то проинициализированы. Вот перед входом в тело конструктора поля уже должны быть проинициализированы. Потому что они входят в область... Ну, как бы сейчас уже начиная их область видимости, когда вы в тело конструктора войдете. А раз насчитая их область видимости, они должны быть как-то проинициализированы. Они будут проинициализированы рандомным значением, а могут быть чем-то, что вы написали. Но если эти поля сами являются объектами, например, string, то она тоже должна быть проинициализирована чем-то. То есть она должна быть создана. Сам должен быть создан этот объект. Потому что здесь вы уже имеете полное право к нему обращаться, что-нибудь у него спрашивать. Отсюда вывод. Когда вы заходите в тело конструктора, перед тем, как вы заходите в тело конструктора, вызываются сначала конструкторы всех ваших полей, если это объекты. А если это обычные переменные, то происходит их инициализация, чем написано. А дальше, когда вы уже в теле конструктора вот этим вот занимаетесь, вы на самом деле делаете присваивание. То есть вы не создаете изначально поле с таким параметром, а вы присваиваете ему новое значение. Так, я вдруг понял, что я говорю в микрофон, который у меня болтается с другого уха. А теперь у меня, наверное, стало громче слышно гораздо, да? Ага, ну тогда я сейчас убавлю громкость микрофона и будет как раньше. Так вот. А вот так нормально? Все, хорошо. Так вот, возвращаясь к конструкторам. Вот когда я в теле конструктора что-то присваиваю... А, вот оно что. Все, понятно. Ну, хорошо. А изначально... Перед тем, как я уже в тело конструктора, поля уже проинициализированы, а если они сами объекты, вызываются их конструктор до этого. И когда я из тела конструктора начинаю делать присваивание, я на самом деле делаю лишние действия. То есть я бы мог сразу... Ну, я вообще-то хочу сразу, чтобы мое поле вот это вот было проинициализировано нужным мне значением. А то, что я сейчас делаю, это примерно следующее. Я сначала инициализирую его нулем, а потом присваиваю ему новое значение. Ну, в случае дабла это пофигу. К тому же компилятор это скорее всего соптимизирует. Если там какой-нибудь класс в качестве... Ну, какой-нибудь объект в качестве поля лежит, вектор, и у него создание вектора по умолчанию это нетривиальная какая-то операция, то на самом деле, когда вы будете поля вот так вот присваивать в теле уже конструктора, это неэффективно. Эффективнее сразу проинициализировать поля, чем надо, перед тем, как в тело войти. Вот для этого существуют так называемые списки инициализации. Вот. Не путайте их с другими списками инициализаций, которые в C++11 появились. Значит, к сожалению, есть некоторая амонимия в терминологии. Есть списки инициализаций конструкторов. Да, они называются конструктор инициализер лист. Короче, ну, списки инициализаций в конструкторах. А есть еще так называемые Brace and Closed initializer lists. Это другие initializer lists. Не путайте с ними, про них я скажу попозже. Как пишутся списки инициализаций в конструкторах? Вот так. Я пишу. Вот здесь я пишу имя параметра, имя своего поля, а здесь чем его проинициализировать. И теперь мне вот это можно убрать. То есть, смотрите, я написал. После закрывающей круглоскобки я пишу двоеточие, если это конструктор, и дальше идет список инициализации. В списке инициализации я перечисляю, какое поле, чем проинициализировать, прежде чем в тело конструктора войти. И вот здесь мне уже не нужно писать viz.re, потому что здесь однозначно парсится эта конструкция. Вот это re берется из полей, а вот это re берется уже из параметров. А если цикл появится при вызове конструктора? Если цикл появится при вызове… Вы так не сделаете. Вы не сможете добиться такого. Не, но если, например, у нас у класса A есть поле объекта класса B и наоборот… Объявлен класс B. Вы не можете создавать… Вам нужно для этого… Вам нужно, чтобы класс использовать как поле в другом классе, не только объявить, но и определить класс до этого. Вот. И поэтому так сделать просто не получится. А, то есть тут как с функциями уже нельзя, да? Нет, нельзя. Ну, вы можете… Вы можете… Вот что сделать. Вы можете… Ну, давайте немножечко про это расскажу. Есть такое понятие неполный тип. Incomplete type. Ну, значит, такое формальное понятие. К нему относятся типы классов. Ну, это тип void, а еще там некоторые типы и тип класса, который объявлен, но не определен. Вот. Да, указатели друг на друга могут быть, но вот как поле один класс внутри другого, а другой внутри первого, вы просто физически не сможете добиться, потому что, если вы объявляете какой-то класс, то, чтобы его использовать как поле в другом классе, вы должны его определить. Вот. Если я попробую вот так сделать, сейчас у меня будет CE со словами a field has incomplete type. Нельзя объявлять переменные неполных типов, то есть таких типов, которые еще не определено, что за тип. По этой причине такая конструкция не выйдет. Но указатель на A вы можете объявить, это правда. Вот чтобы объявить указатель или ссылку на A, вам не нужно определение класса A иметь выше себя. Вот. Это, кстати, довольно, да, интересный феномен, но мы с таким еще, я думаю, столкнемся. Вот чтобы объявить указатель на A, вам нужно только лишь объявление класса A выше иметь. А чтобы сам объект A, вам нужно и определение иметь уже. Вот. Вынужденная мера. Какая вынужденная мера? Не понимаю. В смысле, что указатели можно друг на друга объявлять? Ну да, это, ну как, указатели разрешено, да, делать. А вот так? Ну, в общем, ладно, давайте дальше. Так вот, списки инциализации. И здесь уже не возникает конфликта имен. Точно так же здесь я пишу ре ре и не пишу, чем проинциализировать им. Я не написал, чем проинциализировать, это значит, что оно нулем проинциализируется. Вот. Если у меня поля это сами по себе какие-то объекты, то здесь в скобочках я просто им передаю параметры их конструкторов. Вот. Есть еще такой момент. Тонкий. Вот. Если я здесь попробую в другом порядке перечислить, то будет ворнинг. Ха. Нет, не будет ворнинг. Вот теперь будет. Значит, ворнинг со словами такое-то поле will be initialized after минус w reorder. Вот. В чем прикол? Дело в том, что поля всегда инициализируются всегда в том порядке, в каком они объявлены, а не в том, в каком вы их перечислили в конструкторе или в инициализаторах. Вот. И когда вы в списке инициализаций перечисляете поля в неправильном порядке, вы тем самым самого себя обманываете, на самом деле. Вы пишете так, но на самом деле сначала будет re проинициализировано, потом им. Если у вас инициализация одних полей зависит от других, это может привести к проблеме. То есть вам может быть обязательно нужно сначала проинициализировать одно поле, чтобы потом результатом каким-то его инициализацией проинициализировать другое. И вот если у вас поля в неправильном порядке перечислены, вы этого не сможете добиться. Вам нужно объявлять поля в правильном порядке, а список инициализаций нужно писать в порядке, согласованном с порядком объявления полей. Вот. Компилятор выдает такой ворнинг, потому что это может вести в заблуждение, когда вы список инициализаций перечисляете не в том порядке, как у меня реально будут проинициализированы. Вот. Соответственно, вот в этой ситуации компилятор сначала будет проинициализировано ретем, что вы дали, потом им будет проинициализировано нулем. Использовать списки инициализации настоятельно рекомендуется. Если вы будете присваивать, значит, это одна из самых частых ошибок на ревью, за которую просто мы всех хейтим, и я буду вас сильно хейтить, и проверяющие вас будут сильно хейтить, вот когда вы будете писать свою первую задачу, да и вторую, да и все остальные, вот, мы будем хейтить вас вплоть до самого конца года. В конце года, если вы до сих пор так будете писать, будете очень сильно хейтить. Так, у нас Zoom бесплатный, поэтому нам придется через 10 минут выходить и новую встречу создавать. Значит, обязательно используйте списки инициализации, а не присваивайте полям значения в теле конструктора. Это и по код-стайлу правильнее, и эффективнее. И еще и безопасней в некоторых ситуациях. Вот. Хорошо. Еще один пример разберу. Вот смотрите, допустим, у меня класс, в котором есть в полях ссылка или константа. Ну вот, я не буду тут выдумывать. Вот такой класс я заведу. не класс, а структуру, чтобы не возиться с приватностью. В чем особенность ссылок и констант? В том, что их обязательно нужно проинциализировать при создании. Вот. Вот я объявил класс с такими полями, ну и все пока хорошо. Но если я попытаюсь создать объект такого класса, то будет CE, потому что компилятор не в состоянии сгенерировать для него конструктор по умолчанию. Конструктор по умолчанию может быть сгенерирован компилятором автоматически только для тех классов, для которых понятно, что из себя представляет инициализация по умолчанию для каждого поля. Но если там в полях какие-то типы, которые не допускают сами свое конструирование по умолчанию или ссылки или константы, которым обязательно нужно что-то при создании сразу присвоить, ну типа проинициализировать, то это будет ошибка компиляции вот и я конечно могу написать здесь по умолчанию что-то и это будет работать но что если я конструктор для такого класса определяю вот я допустим говорю вот я определяю конструктор и мне дали значит ссылку на y и какой-то другой double и мне надо ссылку на мою на x проинициализировать этим игроком а мой d проинициализировать этим dd вот здесь просто физически не получится вот так написать то есть присваивание полям просто не сработает в случае со ссылкой она скомпилируется но будет делать не то что такое присваивание полям допустим у меня здесь бы был какой-то глобальный r и по умолчанию бы вот это x указывала на r тогда чтобы произошло когда я так написал ну здесь произошло следующее у меня x проинициализировался бы ром и теперь x то же самое что r и когда я так пишу я ирку присваиваю y а вовсе не инициализирую поле x ссылкой на y вот и поэтому здесь существенно и очень принципиально чтобы было написано именно так вот написать вот так это совсем другое это означает что вот это будет проигнорировано а x будет сразу проинциализирован игроком вот а это просто не скомпилируется потому что константе по-прежнему ничего не присвоено ну если я здесь напишу вот так допустим то есть кто ошибка компиляции из-за того что не проинциализировано исчезнет но присваивание все равно делать нельзя константе поэтому для констант тоже принципиально чтобы вы использовали именно списки инициализации а не присваивание полям делали вот это пример класса которому необходимы списки инициализации без них он просто работать не будет списки инициализации в конструкторах да у меня все еще ошибка компиляции потому что нет конструктор по умолчанию такого класса ну и бокс вот ну хорошо еще одна ситуация интересная про которую хочу рассказать вот какая представьте что у вас в полях есть константная ссылка и здесь вы говорите значит ну вы я надеюсь помните что константные ссылки можно инициализировать рвл значениями вот и допустим я решил эту константную ссылку проинциализировать там рвл значением да то есть что я написал я написал конструктор по умолчанию инициализирует x нулем и значит double чем написано там вот вопрос дальше в дальнейшем использовать этот x это корректно или нет то есть нормальный ли это код вот ответ нет это будет уб хотя компилятор мне об этом не сообщает а нет сообщает тут смотрите видите я добавил минус в extra и компилятор мне таки сообщил этот ворнинг а что временная связь с x поддерживается только пока конструктор выполняется то есть вот это вот временное значение ноль оно не считается ну его время жизни заканчивается когда заканчивается код конструктора а не все время что существует x ну чтобы это было понятнее проще наверное ст д стринге объяснить вот у меня значит вот если я вот так напишу то потом из какого-нибудь метода с обращаться к x это будет у б потому что временная строка который который к которой привязывается вот эта константная ссылка она не живет до конца жизни объекта класса она живет лишь до конца выполнения вот этого тела конструктора вот не exists а exits вот until the constructor exits то есть пока мы когда мы выйдем из конструктора это временная связь уничтожится константные ссылки продлевают жизнь объектам которым они привязаны и временном но только в случае если это локальные переменные если это поля классов то это не сработает и будет у б поэтому аккуратнее со ссылками полями класса в качестве полей класса так у нас еще а тут еще кто-то за вопрос задал я не заметил агрегатная инститализация будет работать при отсутствии значений по умолчанию будет конечно почему нет а про ссылки и константы не помню вероятно нет вот вероятно со ссылками и константами агрегатная инститализация не работает но я не уверен попробуйте не хочу тратить время тестировать это но вообще это плохой код стайл довольно так писать то есть так ну не надо так делать класс со ссылками и константами это не такой класс который обычно агрегатная инститализация инициализирует есть там что-то такое в полях то скорее всего нужно конструктор полноценный писать вот так ну ладно такие у нас ладно что давайте все таки продолжать пока выкинет так выкинет а значит дальше 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 вот что ну вот как вы могли заметить все вот эти конструкторы которые до сих пор написал они пустое тело имеют на самом деле то есть по сути все что делают конструкторы это поляне цели зируют меня вот а тело конструктора тогда зачем то есть что такое в теле конструктора может происходить что мне надо я не знаю значит какой то нетривиальный код писать конструктор вот что это может быть такое вот сейчас мы разберем пример класса в котором конструктор выполняет какие-то содержательные действия они просто служат для инициализации полей и пример такого класса это конечно же вектор ну или string это по сути очень близкие по смыслу вещи вот как выглядит класс ну давайте я буду на примере класса string показывать как выглядит класс string который вам кстати предстоит писать скоро вот прям уже на этой неделе прям вот возможно даже сегодня или завтра задачи появятся а значит там есть поля какие там поля там указатель на вот этот массив символов а также два числа размер как мы уже обсуждали и capacity то есть так давайте значит двигаться вперед потому что мы прошлый раз не закончили говорить о конструкторах на самом деле даже вот и сегодня надо уж точно закончить значит ну я почти все рассказал и закончили мы на том что есть значит слова default и delete насколько я помню про них я тоже все что хотел сказал вот осталось две вещи которые я не сказал в этом пункте первый пункт значит первая из этих двух вещей это так называемые initializer листы нам говорил что есть списки инициализации так называемые member initializer lists вот они но это другое а есть еще скажем так амонимичный термин initializer листы c++ он появился начиная с c++11 это когда вы делаете конструктор от списка чего-то фигурных скобках ну например когда вы говорите вектор int v равно а дальше пишите 1 2 3 4 5 то как это работает это же ну это что такое это конструктор от чего по-вашему здесь вызывается вот это и есть так называемые initializer list то есть начиная с c++11 классы можно создавать от список списков каких-то штук в фигурных скобочках вот и это вносит дополнительную путаницу потому что еще есть агрегатная инициализация как вы помните фигурных скобочках вот но фигурные скобочки могут означать не обязательно агрегатную инициализацию да ну во-первых как мы с вами уже выяснили если у вас есть свой собственный конструктор и вы фигурные скобочки пишите то все равно вызывается он а не происходит агрегатная инициализация а хуже того еще может быть специальный конструктор от initializer листа и тогда если вы напишите фигурные скобочки он будет пытаться вызвать его обязательно ну давайте например я реализую конструктор ну я не знаю на примере чего тут можно реализовать этот конструктор ну на примере строки это довольно странно ну давайте на примере строки покажу представим что я хочу строку уметь создавать от списка символов фигурных скобочках ну в принципе вполне так сказать допустимое желание я могу захотеть написать вот так то есть свою строку уметь создавать следующим образом стринг с от ну либо я так пишу либо я пишу равно а дальше пишу там а б ц д е вот как тогда это будет выглядеть значит принимаемый тип должен быть стд и нишиолайзер лист от чего от чар давайте я назову его lst и соответственно что я могу с инишиолайзер листом делать ну инишиолайзер лист он чем-то похож на на вектор по своему функционалу а именно у него можно спрашивать ну как бы указатель на начало указатель на конец вот размер вот но обращаться квадратными скобочками по-моему нельзя вот но это нам и не понадобится на самом-то деле потому что есть же range based for смотрите как это можно было бы сделать то есть я сначала хочу выделить сколько мне надо памяти сколько как мне узнать сколько мне надо ну lst . size я могу спросить это сколько в нем элементов сейчас я вас на всякий случай проверю что не обманываю что все правильно что size а почему просто вектором его было не сделать вот почему вектором не сделано потому что вектор сам по себе он динамическую память выделяет а инишиолайзер лист это как бы такая встроенная в язык штука то есть на самом деле все эти a b c d e они нигде ни в какой памяти не выделяются ну как бы на стейке может быть выделяются но точно не в динамической памяти то есть инишиолайзер лист это такой очень хитрый тип это как бы не это не контейнер это нечто такое что реализовать самим не получится скорее всего то есть это какая-то штука которую компилятор как-то реализовывает внутри себя очень хитрым образом так что на самом деле никакой динамической памяти не выделяется то есть оно вот как бы хранится вот у него где-то там прям вот не знаю в недрах я не знаю на самом деле как компилятор хранит нешиолайзер листы можно погуглить наверное покопаться в этом но вот я глупо не разбирался но смысл в том что это все не занимает выделение никакой памяти в рантайме не создается никакой полноценный объект чтобы там из него что-то доставать никакого конструктора там специального не вызывается просто это вот такая как бы оберточка что по факту у вас есть пять этих самых чаров вот а оно так обернуто как будто это вот типа контейнер хотя на самом деле никого контейнера не создалось вот чтобы можно было фигурных скобках писать вот и соответственно когда я спрашиваю у него сайс как бы компилятор как-то это внутри реализовывает сам что вот он отвечает сколько их было штук в этом списке вот вот причем это все известно в компайл тайме это число то есть сайс оно это число которое про нешиолайзер лист понятно еще в момент в момент компиляции вот соответственно я инициализирую массив таким образом вот ну значит сэзэ ну то же самое я делаю значит да кстати вот смотрите у меня какая ситуация возникла я вот начинаю писать список инициализации который не 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 шалайзер листа мембур не шалайзер листа у меня слишком длинная строка кода получается как мне правильно перенос сделать а вот как я возьму и перенесу на следующую строку с двойным отступом вот есть такое правило код стайла удобная на мой взгляд я вас буду просить его придерживаться когда вы хотите перенести что-то на другую строку потому что вас не влезает длинная строка то вы делаете двойной отступ и потом продолжаете с одинарным отступом таким образом не путается продолжение кода с значит продолжением вашей строки вот а еще есть хитрость когда вы так пишите вы запятую оставляете в начале следующей строки они в конце предыдущей это и удобно читаемость дает и удобство добавлять новый элемент в это перечисление вот значит сэзэ я тоже инициализирую вот этим и capacity я тоже инициализирую вот этим же все после этого фигурная скобка открывается тут я пишу код конструктора ну фигурную скобку я вот здесь уже открою чтобы чтобы она видна была вот если строка слишком длинная то ее лучше то ее надо переносить не лучше а надо по код стайлу обычно там ну кто какие требования устанавливает кто 80 но это слишком жестко но обычно там 100 символов ограничения на длину строки такое ну 100 может быть 120 но 120 многовато вот у меня здесь стоит кажется 80 да вот это вертикальная полоска в силане это что 160 или сколько 160 многовато но обычно 100 мне кажется разумно ну или 120 120 короче на код ревью будем разворачивать если у вас супер длинные строки по умолчанию 120 ну вот значит 120 считайте и и надо вот ну так ладно хорошо я вот это проинициализировал а теперь что я делаю а теперь я просто ну я могу как бы сказать for ну у меня есть у листа есть begin и end ну то есть это как как контейнер если вы умеете итераторами пользоваться я забегаю вперед да вы знаете что у контейнера можно вызвать begin и end это будут как бы указатели на начало и наконец ну не указатели а итератор на самом деле их можно разыменовывать и под ними брать элементы их можно инкрементировать но можно писать и так можно писать range-based for так называемый вы возможно тоже им умеете пользоваться хотя вам про for не рассказывал range-based for он как работает он для всех контейнеров работает я говорю for элемент где в контейнере ну длиннейший лазер листов тоже работает да и что я делаю типа ну мне тут надо правда завести счетчик там неприятность то есть я буду заполнять как бы значит вот этот вот ар по индексу и плюс плюс равно c вот типа такая у меня будет конструкция да ну вот я заполнил в общем-то строку элементами этого листа но можно было сделать еще лучше можно было использовать алгоритм std copy у вас же есть такой алгоритм который берет сначала куда по моему потом откуда значит я куда я начало и конец диапазона ему передаю потом откуда а откуда это я передаю вот начало этого диапазона и что происходит у меня значит элементы второго диапазона копируются в первый диапазон по по элементам работает эффективно и универсально нет я все таки перепутал надо написать сначала откуда потом куда значит вот начало конец диапазона а это начало диапазона куда копировать соответственно он поэлементно скопирует все значения из диапазона вот другой диапазон ну это указатель как бы на начало второго диапазона а еще вопрос вот это двоеточие после ну стринг скобочки после него двоеточие она под подставила должно быть типа вплотную да еще раз я прослушал что вплотную после вот стринг скобочки после него двоеточие дальше лист да по нашему плотную или через мы не ставим вот как я пишу так и надо мы не ставим пробел между открывающей скобкой и содержимым сработает ли здесь не mcpi меня в чате кто-то спрашивает я не знаю по моему я не уверен короче я не знаю как хранится внутри и не шалайзер лист кажется что не должен потому что динамическая память что ты делаешь там никакой динамической памяти нет какая динамическая память в смысле mcpi вообще без разницы какая там память он просто принимает пару указателей и еще указатели копирует диапазоны из одного в другой точно так же просто mcpi надо чтобы элементы подряд в памяти лежали как бы блок памяти копирует какая-то память совершенно без разницы он чисто с указателями работы вот это что касается не шалайзер листов вот ну соответственно тут есть разные интересные нюансы связанные с этими не шалайзер листами например такие вот например вот когда вы когда у вас появились и на шалайзер листы у вас начинают возникать вопросы такого характера вот допустим вы говорите вектор вот вы решили создать вектор 1,10,1 что это такое как вы думаете то есть вот вот я сейчас написал вот если я так написал понятно что это значит это я решил вызвать конструктор вектора с двумя параметрами 10 n равно 10 и значение 1 а если я написал фигурные скобки что это будет означать но вот правило таковы что и не шалайзер лист приоритетнее чем обычный конструктор то есть если у вас конструктор это не шалайзер листа то предпочитается по правилам перегрузки он то есть если вы решите вот такой вектор создать то у вас получится вектор из двух интов первый из которых равен 10 а второй единице еще веселее это работает вот когда вот представьте что вы создали такой вектор у вас есть значит вектор из десяти интов каждый из которых равен единице а потом вы решили создать еще один вектор ну вектор как впрочем и строку можно создавать тоже из диапазона то есть вы можете написать начало и конец диапазона и он скопирует все элементы в этом диапазоне то есть сейчас я по сути создал второй вектор копию исходного вектора но если я написал здесь фигурные скобки то это получился бы вектор не интов этого получился вектор из двух элементов но это было бы c е потому что здесь вектор и написано на самом деле я вектор не из интов создал это был бы вектор из двух элементов являющихся хитераторами на другой вектор первый из которых это тот begin а второй это тот end если я бы здесь не написал тип то это оказался бы вектор из двух элементов вот таких с такими значениями короче initializer листы добавили много путаницы вот и начиная с c плюс плюс 20 ну история такая короче начиная с и плюс плюс 11 все было 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 модно использовать фигурные скобки при инициализации потому что все говорили смотрите это initializer листы это ново модно круто они у вас будут вызывать нужный вам конструктор если вам хочется конструктор а если есть initializer листа вызовут initializer лист пишите всегда фигурные скобки вместо круглых будет вам счастье вот но все плюс 17 а там следующее произошло все начиная с и плюс 17 ввели автоматический вывод параметров класса вот этих вот то есть вы начиная с и плюс 17 можете не уточнять от чего вектор он сам догадается исходя из того от чего вы его создаете если это однозначный выбор когда это появилось уже все плюс 20 люди поняли что с initializer листами это сочетается весьма плохо потому что если раньше вы по крайней мере явно писали от чего вектор у вас таких проблем не возникало но когда вы когда вам можно не писать от чего вектор а вы продолжаете пользоваться фигурными скобками как раньше у вас возникает внезапности вот типа той что я сейчас описал и поэтому начиная с и плюс плюс 20 мода поменялась и теперь считается теперь как бы современные самые так сказать лидеры мнений в комитете по стандартизации си плюс плюс говорят что наоборот фигурные скобки лучше не использовать а использовать круглые а фигурные используют когда вы явно хотите ниша лазер лист потому что иначе может произойти вот такой конфуз вот ну собственно я там был однажды на лекции члена действующего члена комитета по стандартизации вот не российского причем и вот он значит сформулировал такое правило что сейчас стало не модно вот начиная с двадцатого года считается что фигурные скобки стоит все таки не предпочитать круглым из-за таких проблем вот но по крайней мере вы теперь знаете что есть миша лазер листы и как они себя ведут так это была первая вещь из двух которые я хотел сказать напомню теперь вторая вторая вещь это делегирующие конструкторы смотрите вам зачастую бывает нужно чтобы из одного конструктора вызвать другой ну например вот допустим у меня есть вот такой конструктор значит конструктор который просто от числа шо он делает он говорит а ну конструктор просто от числа он конечно нет это плохой пример потому что конструктор просто от числа он заполнит нулями давайте я другой пример покажу вот смотрите у меня есть конструктор копирования по сути этот конструктор но он в каком-то смысле выполняет у меня здесь есть повторение кода небольшое то есть я опять выделяю вот это все а потом делаю мем копию я мог бы теоретически захотеть сделать следующим типа давайте вместо того чтобы сделать повторять вот это все вот эти все действия я сначала вызову вот этот конструктор а потом доделаю за него оставшуюся работу то есть я могу захотеть написать как бы чтобы сконструировать стринка другого стринга сначала нужно вызвать конструктор с этого стринга от его размера и допустим символа 0 а потом сделать только мем копия называется делегирующий конструктор и это тоже фича начиная с и плюс плюс 11 то есть раньше вам приходилось если у вас много конструкторов имеет общий код это вам приходилось в общую функцию выносить а сейчас если у вас ну стринг то не очень хороший пример потому что тут я бы так не стал писать неэффективно но на будущее если вам нужно будет один конструктор выражать через другое вам нужно будет это пишется так вы говорите когда вам нужно стринг когда он нужен сначала один конструктор вы говорите давайте я сделаю вот так а вот это удалю все а потом просто доделаю вот это то есть я сократил код таким образом вместо того чтобы повторять все эти действия я написал что стринг от другого стринга это как стринг вот от этого создать но потом еще дополнительно сделать вот это при этом инициализацию полей тут никакую уже писать я не имею права инициализация полей должна только один раз произойти вот в том самом конструкторе который вот из в итоге и вызовется вот но это не очень кажется эффективно потому что тут придется заполнить это нулями а потом заполнить еще дважды короче пробежаться сначала нулями будет заполнение memset а потом memcopy то есть это лишний вызов поэтому я так не стал делать но в каких-то других ситуациях этого вполне себе правильный выход выразить один конструктор через другой чтобы не повторять логику это называется делегейтинг конструктор делегирующие конструкторы начиная с c плюс плюс 11 распространенная ошибка у людей которые не понимают c плюс плюс это написать что-нибудь в таком духе типа ну давайте вот так этот конструктор вызовем я надеюсь вы не будете так писать вот ну возможно на зачете или на экзамене какой-нибудь из задач у вас будет каверзный вопрос что будет если так написать вот ну те кто так пишут это значит они не понимают вообще как работает язык потому что конечно же никакой конструктор ну то есть это будет вызов конструктора только это не то что вы хотите это будет вызов это будет создание новой строки вот от таких параметров на стейке временно и сразу же ее уничтожение эта строка ничего общего с вашей текущей строкой иметь не будет это ни в коем случае не вызов конструктор для вашей строки вообще вызвать конструктор явно для текущего объекта нельзя потому что если вы находитесь в теле конструктора это значит что у вас уже поля проинициализированные и вы не можете второй раз как бы это сделать вы вы уже в теле и все что может делать только выражение ну то есть присваивать им что-то вот а это будет просто создание новой временной строки и это хоть и скомпилируется но будет делать совсем не то что надо вот и и вот так вы написать конечно тоже не можете значит вызывать конструктор у себя явно нельзя это будет просто ошибка компиляции вот нельзя так вызывать конструктор ну вот кажется теперь это все уж теперь точно что я хотел вам рассказать о конструкторах вот и мы переходим к следующему параграфу который называется оператор присваивания и правил трех мы с вами обсудили как определять конструкторы и деструкторы теперь пора поговорить о том как определять для своего класса еще один очень важный метод называемым оператором присваивания параграф 3.4 assignment operator the rule of free правило трех так называемое вот ну лишнее я удалю пожалуй оставлю только стринг вот это я тоже удалю ну на самом деле мне вот собственно этих двух вещей будет достаточно будут рассматривать только вот класс стринг который вам реализовывать уже на этой неделе надо будет уже в контесте появится задача завтра я думаю это будет ваша первая задача по оп реализовать стринг полноценный ну почти полноценный конечно урезанная версия очень но какую бы то ни было имеющую право на жизнь вот ну когда мы пишем вот так значит стринг с а потом стринг с 2 равно с вызывает конструктор копирования как вы уже должны знать несмотря на то что написано равно это не оператор присваивания но если я решу написать вот так то это уже оператор присваивания и оператор присваивания как и конструктор копирования как и деструктор он генерирует с компилятором автоматически по умолчанию так надо мне значит здесь это написать а то у меня вот неправильно будет работать он генерирует с компилятором автоматически то есть я его не определил для своего класса но тем не менее он будет в нем присутствовать давайте я это продемонстрирую так но у меня нет конструктора по умолчанию давайте он будет вот не по умолчанию а таким и у меня говорит он все все штуки приватные ну давайте я сделаю публичными логично я их все я не написал слово паблик вот это компилируется то есть конструктор этот есть этот конструктор реализован деструктор реализован оператор присваивания не реализован но тем не менее срабатывает потому что компилятор тоже генерирует автоматически что же будет если это запустить и опаньки опять ре почему так да потому что оператор присваивания который генерируется по умолчанию он тоже тупой как и конструктор копирования по умолчанию оператор присваивания по умолчанию копирует все поля ну он просто берет присваивает по элемент на все поля в моем случае это значит что он присваивает этому указателю тот указатель этому размеру тот размер этой capacity to capacity получается у меня опять две стринг но каждый из них указатель на одно и то же и когда мейн заканчивается у обоих вызывается деструктор у той и другой и первый раз делит нормально а второй раз double free detected aborted core dump поэтому мне нужно определить оператор присваивания для строк свой собственный чтобы он не поэлементно копировал поля а делал так называемое глубокое копирование полноценно переводил память вот опять обращу ваше внимание что если у меня класс ну типа комплексные числа вот которые я удалил в котором поля это даблы просто то ему не надо писать свой оператор присваивания потому что там и дефолтный будет нормально работать но ему и свой конструктор копирования было писать не надо и свой деструктор писать не надо там дефолтный будет нормально работать потому что там нету никаких никакой нетривиальной логики в этих действиях эти оператор присваивания значит конструктор копирует и деструктор делают тривиальные вещи. Копирует все поля, а деструктор просто ничего не делает, просто в том, что со стек снимается. Если у вас класс таков, что в нем либо конструктор копирования, либо деструктор, либо оператор присваивания делает нетривиальную логику, это значит, что вам нужно явно реализовывать все три, и остальные с генерированным компилятором вам не подойдут. Вот это и называется правило трех. Это эвристическое правило, оно не задокументировано в стандарте, вот насколько ясно. Это просто правило не то, что хорошего кода, это правило как не убить себя, пока вы пишете на C++. Еще раз, если у вас в классе хоть одно из этих трех вещей, конструктор копирования или деструктор, или оператор присваивания нетривиальные, то есть вы сами вынуждены их реализовать, потому что дефолтный по умолчанию вам не подойдет, значит, вам нужно все три реализовать, остальные вам тоже не подойдут с вероятностью 99%. Вот сейчас я продемонстрирую, как реализовывать оператор присваивания для строк. Ну, я демонстрирую на примере строк, потому что, как я уже сказал, на примере комплексных чисел нечего демонстрировать, там как бы все тривиальное, дефолт не просто подойдет давайте какой-нибудь нетривиальный оператор для строк ну хорошо тут мы приходим к разговору о том а что вообще значит реализовать для своего класса какой-то оператор c++ поддерживается то что называется перегрузка операторов оперейтерс оверлоли в отличие вот например джавы в которой нельзя переопределять операции плюс там минус и так далее для своих классов в плюсах можно то есть я могу для своего класса для своего типа по-своему определить действие оператора равно ну и любого на самом деле оператора кроме некоторых это мы в следующем пункте обсудим но сейчас обсудим как определить свой класс действие оператора равно я сделаю его членом класса то есть объявлю определю прямо в теле класса по сути оператор это такая же функция просто у нее имя особенное а в общем то она ничем не отличается просто такая функция со странным названием работает также как перегрузка функции нельзя перегрузить какую точку ну да точку нельзя перегрузить еще нельзя перегрузить знак вопроса двоеточие еще нельзя перегрузить точку со звездочкой еще нельзя перегрузить двойное двоеточие и еще какие-то вещи возможно которые я сходу не вспомнил ну в общем почти все остальное можно нет стрелку перегрузить можно и это даже нам какой-то момент предстоит сделать а так ну все сейчас люди начали соревноваться кто больше знает молодцы это все обсудим в следующем пункте правда нельзя поменять приоритет операции значит что мне надо написать у меня надо написать сначала возвращаемый тип как обычно но я на его месте три знака вопроса поставлю потом подумка возвращаем идти дальше название метода но вот собственно здесь единственная особенность надо просто написать слово оператор а дальше какой равно в моем случае но по код стайлу кто-то ставит пробел между вот этим словом кто-то не ставит я наверное предпочитаю ставить хотя по моему нет строгих требований давайте не буду ставить и дальше что он принимает но надо понимать что мы поскольку в теле класс его реализуем то у него левый оперант левый аргумент то есть это мы сами мы реализуем для своего класса оператор равно от какого-то правого аргумента левым аргументом является this для него вот и мы должны принять правый аргумент а что правом аргументом мы будем принимать ну другую строку как мы ее будем принимать ну конечно же по константной ссылке потому что по а значению это будет означать что она будет лишний раз копироваться по неконстантной ссылке будут начать чтобы не сможем присваивать себе константные строки поэтому по константной ссылке а ну хорошо тела функции вот здесь уже никаких списков инициализации быть не может потому что это конструктор, это метод обычный, это оператор присваивания, никаких списков инициализации нет. У нас уже все поля проинициализированы, и у нас уже все поля какое-то осмысленное значение имеют. Что должен сделать наш оператор присваивания? Что должен сделать наш оператор присваивания? Он должен сначала освободить память, занимаемую нашей текущей строкой, затем перевыделить памяти столько, сколько нужно под новую строку и переприсвоить. Но это не самое оптимальное. О, ха-ха-ха. Люди задают вопросы, почему должна быть ссылка. Началось. Ну давайте еще раз. Почему ссылка? Я говорил, что ссылки будут преследовать вас надолго. Еще раз, почему по ссылке? Потому что есть три способа принять. По значению, по неконстантной ссылке и по константной ссылке. По значению мы не хотим, потому что тогда при передаче сюда будет создаваться копия второй строки. Лишняя копия. Зачем нам это нужно? Нам не нужна лишняя копия перед тем, как ее присвоить. Если мы примем неконстантную ссылку, это значит, что мы не сможем присваивать себе константные строки. Но мы хотим и константные строки тоже присваивать. Поэтому мы принимаем константную ссылку, как и принято в большинстве ситуаций делать в плюсах. ссылка нужна не только там пока не понял о чем вы ну ладно но ссылка нужна много где да сейчас так что я делаю сначала сначала я освобождаю память которую занимает моя текущая строка я сразу предупреждаю что это не пока не лучшая реализация я пока делаю наивную реализацию что называется сейчас мы постепенно ее превратим в хорошую я освобождаю память которая занимает моя предыдущая строка дальше я перевыделяю память столько сколько нужно чтобы хранить ту строку как я это делаю ну теперь я говорю заново r это new char размера s точка cz после этого я говорю cz равно s точка cz cap равно ой что же я пишу s точка cap я перевыделяю памяти не как размер той строки а как количество выделенной памяти у той строки cz равно s точка cz cap равно s точка cap а дальше делаю мем спи а значит сначала куда потом откуда сначала куда потом откуда и потом сколько вот мем спи обратный порядок это неприятно значит куда вар откуда s точка ар и сколько cz а ну вот как будто бы и все чего не хватает но мы во первых не поняли какой должен быть возвращаемый тип ну хочется наивно написать что войт но это неправильно ну то есть можно написать войт конечно и оно так будет работать но это не канонично я бы сказал она будет работать не всегда когда хотелось бы некоторых ситуациях это будет работать не так как ожидается дело в том что стандартная семантика оператора присваивания позволяет вызывать его в цепочку я напомню то есть для стандартных типов оператор присваивания позволяет себя вызывать вот так вот раз за разом друг за другом и даже делать вот так если у нас возвращаемый тип будет войт то такие схемы будут не будут работать почему нельзя выделить только s точка cz а почему вот некий федор телефон мне почему то все время в директ месседж пишет может паблик надо писать я не знаю почему нельзя выделить . s . только s . cz наверное можно но я хочу полноценную копию строки создать то есть в точности копию той строки как она была со всеми аналогичными характеристиками в том числе скопе есть такой поэтому я и выделю столько сколько у нее выделено ну кап это то сколько выделено нас динамически расширяющаяся штука да вы понимаете что у нас кап это вот зарезервированное количество с из это реально занятое символы так вот поэтому мы хотим чтобы возвращался не войн а строка но опять же если мы напишем просто string возвращаемом типе это будет означать что при возврате создается копия нашей строки то есть мы возвращаем не нас самих а копию себя то есть при выходе отсюда должен будет еще раз вызваться конструктор копирования нашей строки чтобы вот ту копию вернуть наружу и уже ее отдать в то выражение ну и при этом не будет работать вот такая вот схема потому что это будет означать мы ни себе по после того как присвоили s2 присвоили s3 а копией себя присвоили s3 то есть это будет работать не так как ожиданий ну либо вообще не будет компилироваться либо будет работать и так как мы хотим не с ней себе будет присвоен s3 а копией себя Поэтому мы не хотим возвращать копию Мы опять хотим возвращать ссылку Мы хотим возвращать ссылку На строку И мы будем возвращать себя То есть мы будем возвращать наружу Из оператора присваивания Ссылку на себя самого Это позволит извне Этот оператор присваивания Считать, что он возвращает строку Но этой же строке можно присваивать И от этого сама она поменяется Соответственно, что я должен написать После return? Я должен написать return напоминаю вис это указатель на себя нам нужна ссылка на себя поэтому разменовываю вис вот теперь это более-менее нормальный оператор присваивания уже куда не шло так скажем впрочем тут есть еще некоторые проблемы ну он не очень оптимальный его можно было бы сделать оптимальный каким образом если бы я заметил что у сэзэ ну что у той строки короче что памяти которая у меня сейчас выделено хватает чтобы ту строку вместить то я мог бы оптимизировать и не делать delete и снова new я напоминаю что вызовы delete и new это очень дорогие операции они там примерно порядка сто раз дороже чем обычные операции над числами вот то есть вот вот эти операции мы хотим минимизировать их количество в нашем коде вот и можно было бы значит от них избавиться если у нас проверить что тот размер он меньше чем наше то кпс тем меньше немножко но это ладно есть еще один такой интересный случай когда вот такая вещь написана вот что если я попытаюсь строку присвоить самой себе ничто не запрещает мне такое написать в коде в мейне пользователем у моего класса вот причем он может не осознанно написать то есть тут может быть какое-то выражение которое там что-то там вычисляет и либо равно одному либо другому то есть строке я присваиваю либо ее саму либо другую строку вот такая конструкция и вот допустим у меня в какой-то момент в коде возникло выражение присваивания строки самой себе что тогда будет делать так реализованный оператор присваивания ну получится что сначала я удаляю свой собственный массив потом выделяю новый массив такого же размера как был переприсваиваю себе старые же значения а потом начинаю копировать из старого массив ну а потом начинаю значит из r в sr копировать ну а минуточку r и sr это у меня уже новый массив а не старый это один и тот же массив новый получается что после такого присваивания самому себе я у меня будет некорректное поведение у меня в строке начнут лежать рандомные символы что я скопировал их же на них же самих вот а кстати еще и мем cpi у меня тут тут у меня еще проблема с тем что это пересекающиеся диапазоны вот и мем cpi я не уверен даже будет ли корректно работать при таком при пересекающих диапазонах вот ну короче в любом случае я не получу корректное поведение в лучшем случае я получу рандомные символы вместо того что в строке лежала раньше вот понятно но если непонятно внимательно проследить что происходит осознайте еще раз и поймите вот поэтому мне можно исключить изменение под константной ссылкой это что значит изменение что значит под ссылкой под ссылкой вы если можно было вопроса давайте тогда если был элемент x но я создал его к самому ссылку и изменил на кого на x ну нет смысле изменил значение x ну да мне был x я создал константную ссылку на x изменил значение x и если у тебя был какой-то объект x ты создал константную ссылку на x изменил x так что ли да ну все окей по игроку ты будешь видеть новое значение и по плюс плюс игрек видимо не получится плюс плюс игрек не получится да хорошо спасибо так но вот вот уже мы вот вы уже начали задавать вопросы которые мы подробно разбирали на прошлых парах вот я конечно могу на такие вопросы отвечать но если таких вопросов будет много то я буду говорить идите пересматривать или а ха 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 у вас лекции не а лекции все еще не выложены вот да ну короче да если вы будете много вопросов задавать что было раньше то мне придется вам в какой-то момент начинать отвечать идите пересматривать и лекцию такую вот а то мы все еще не будет скорее всего чего который в записи скорее всего не будет потому что вас очень странно выкладывать смысле их так и не выложат но есть шанс что многие лекции будут выкладываться задержкой просто месяц-два такими темпами понятно ну идите пересматривайте лекции прошлого года что могу вам сказать в том плейлисте который я скинул но там не настолько подробно было как мы с вами разбирали мы с вами подробнее разбирали чем я в прошлом году рассказывал но хотя бы эти случаи были там разобраны конечно вот окей ладно так вот я хочу исключить случай присваивания самому себе для этого я просто вначале допишу костыль если я обнаружил что я присваиваюсь самому себе то сразу возвращаю выхожу ничего не делая как мне это проверить как проверить что я присваиваюсь самому себе это вопрос в зал что надо написать зис равно видимо ссылка от с не ссылка адрес давайте не называть оператор ссылкой значит да мне нужно проверить что вис равен адресу с ну я могу написать сразу return звездочка вис да и вы однострочники короткие у нас разрешены если что такое можно делать вот то есть я исключил этот случай потом сделал все как полагается у вас правда мог возникнуть вопрос а почему мы когда писали конструктор копирования не предусмотрели копирование от самого себя вот что если я так напишу ну или вот так ну так это же не определенного мы себя еще не создали как вы думаете что будет есть так написать да ну будет бред какой-то c-e не будет но дело в том что почему c-e не будет это же вроде можно отловить в компании можно но по правилам языка это не ошибка если вы припомните вот когда мы разбирали опять таки я возвращаюсь к тому что мы уже обсуждали когда вы пишете вот так я если вы вспомните мы такое разбирали область действия x начинается сразу же после знака равно поэтому этот икс здесь уже действует когда пишите int x равно x считается что вы это все равно что написать просто int x такие правила поэтому когда написали string s равно s это значит что вы вызвали конструктор копирования от себя самого но вы сами при этом еще не не созданы то есть у вас полях лежит мусор но вы скопировали мусор то есть у вас будет у вас действительно вызвется вот этот конструктор но в полях мусор поэтому вы вызоветесь ну то есть будет у б фактически вы вы вызоветесь вы сделаете new чар от рандомного числа и дальше будет бред полный но это почти гарантированная риэкс вот но можно попробовать посмотреть что будет да кто понимает что произошло что означает эта ошибка но мы попытались силу сыровать непонятную память получили полкой вновь нет мы попытались аллоцировать слишком много или отрицательное число или отрицательное число может быть да то есть беда лог это ошибка которая кидается оператором new случае когда запросили либо слишком много так что операционная система отказала в выделении памяти либо запросили до отрицательное число вот а я не уверен кстати отрицательное число там принимать обману сайстэ принимается в качестве параметра но возможно она переконвертировалась в инд оказалось что там запрошено сколько-то гигабайт много миллиардов байт и все беда лог ошибка означает ну вот этой по сути и произошло я вот здесь вот вот в этом месте просто в качестве сэзэ подставилось рандомное число который там лежал в этот момент и произошла вот эта вот ошибка вот сейчас то есть после того как мы написали стринг с у нас в с уже проинициализированы все значения нет в том-то и дело что в с здесь не проинициализированы все значения с сейчас объект у которого не проинициализированы по с фактически конструктор еще не отработал никакой поля еще не проинициализированы я вызываю конструктор копирования от этого аж я правильно что у нас фактически упало на строчке р равно new char ск вот в этом месте а если в полях есть ссылка ну будет рандомным значением проинициализировано так же давайте проверим сейчас только у меня так то есть у нас фактически работает инициализатор они оператор работает какой-нибудь или за конструктор работает конструктор это я уже повторял несколько раз что если вы пишете стринг с равно что-то то это не оператор присваивания это конструктор потому что это declaration а не expression ну если полях будет ссылка это ничего не изменит у вас будет не проинициализированный объект ну короче просто так писать не надо и все как он поймет от какого конструктора вызываться от какого пара ну как справа же стринг с какой стринг значит мы создаем стринг от стринг значит нужно идти в конструктор копирования вот после стринг с у нас все поля заполнены мусором или вообще еще значит после стринг с что границей команды вот какая что то происходит эта точка запятой вот можно вот после стринка с точки запятой я могу сказать что у вас конструктор по умолчанию отрабатывает после стринг с перед равно ничего не происходит происходит и продолжение синтаксического парсинга предложения когда компилятор распаршивает его до конца, до точки запятой, он понимает, что здесь сказано сделать, и делает это. Здесь сказано создать s от s. Вторая s справа, это вот она сама. Ну, у нее еще ничего не принципиально. Ну, пофиг. Мы вызываем конструктор копирования от нее же. А если мы запретили у s конструктор, то когда мы так напишем, просто конструктор. Обычный дефолтный? Параметров? Нет, ничего. Мы же не вызываем дефолтный конструктор. Мы вызываем конструктор копирования. Мы в операторе конструктора же Что такое оператор конструктора? Копирование. Мы не вызываем дефолтный конструктор. Мы внутри оператора копирования вызываем оператор конструктор. Мы не вызываем никакого оператора. Мы вызываем только конструкторы. Внутри конструктора копирования мы... Нет, мы не вызываем дефолтный конструктор. Мы вызываем вот этот конструктор. Вот этот конструктор мы не вызываем. Его и нет. Он не сгенерирован, его фактически и нет. А то, что стринг равно делит, ничего не поменяется. Его и так нет, если вы про этот конструктор. Я правильно понимаю, что если мы зашли в оператор копирования, у нас есть конст стринг комперсант. Не зашли мы ни в какой оператор, мы не зашли. Но не оператор, в копирование. В конструктор мы заходим только. Конструктор копирования. У нас есть конст 3 комперсан тез. Да. Оно еще не проинициализировано? Ну, ссылка проинициализирована, а то, что под ней, нет, не проинициализирована. Окей. А если мы обращаемся к аргументу, то оно проинициализировано? Какому аргументу? Ну, ssize там. s.sz – это какое-то рандомное число, туда еще ничего не написано. Там рандомное число лежит. А, это вообще… Ну, то есть оно проинициализировано рандомным числом? Нет, оно ничем не проинициализировано. Там просто лежит последовательность byte, которые мы прочитаем как число, так? Да. Ну, проинициализировано… Есть понятие default initialization, а есть никакая неинициализация. Одно дело, когда у вас написано int x, вы как бы считаете, что вы создали x, но просто оно проинициализировано, но, значит… Вот эта дефолтная неинициализация для int работает, как там рандомное число лежит. А тут никакой неинициализации не было. Вы просто взяли память, которая лежит под стринг, у вас формально ни один конструктор еще не вызвался для этого объекта, поэтому никакое поле не проинициализировано. И там лежат рандомные числа по его полям. Ну, формально даже дефолтной инициализации не произошло. Ну, как не произошло, если у нас vs.sd лежит случайное число? Нет, не произошло. Потому что объект не… Потому что инициализация полей происходит тогда, когда вызывается конструктор. Мы не вызвали конструктор string. Чтобы приинициализировать поля, должен отработать какой-то конструктор. Ну, перед входом в конструктор происходит инициализация полей. До входа в конструктор… Ну, пока нет вызова конструктора, никакой инициализации полей не происходит. Короче, там лежит случайная память, которая как бы нам была выделена, но мы вообще как-никак с ней не взаимодействовали, так? Ну, формально это убэ, потому что время жизни с сэзэ еще не началось. Вот я даже так скажу. Я могу это скомпилировать с санитайзерами, и он мне должен сказать это, по идее. Ммм… Ну, это он мне сказал, что я запросил слишком много. А если я попрошу его undefined… Нет, не говорит. Может, C-Lang скажет. Ну, C-Lang мне говорит warning еще до… C-Lang без всяких санитайзеров мне warning кидает. Я мог бы, кстати, наверное, из GCC warning попросить включить, и он мне тоже сказал, что это убэ так писать. Нет, не сказал. Тоже собака не сказал. Ну, короче, GCC не говорит, а C-Lang говорит. Вот это убэ я то, что здесь делаю. Я использую неинициализированную переменную в конструкторе. Обращаюсь к полю s.sze, область, время жизни которого еще не началось, потому что для него не вызвана инициализация никакая. Потому что конструктор не начал отрабатывать для него. Я обращаюсь к полю объекта, у которого не был вызван конструктор, а значит, поле не проинициализировано. Так, ну ладно, долго мы сидим на этом примере. Давайте дальше. Ну, не надо так писать, короче. Вот, что теперь про этот оператор присваивания еще можно сказать? Ну, он реализован не очень умно, потому что можно было бы покороче. Давайте я научу вас реализовывать оператор присваивания покороче. Ну, во-первых, вот что хочу сказать. Кто-то мог бы сказать, зачем нам здесь писать deleteR, можно просто деструктор вызвать. Это то же самое. Ну, для string, кажется, это без разницы. Там всего одна строчка в теле деструктора. Но если это было бы что-то более сложное, чем string, например, это было бы какое-нибудь, ну, я не знаю, у вас дерево, и в нем было бы много указателей, которые каждый нужно было бы делитнуть, когда вы уничтожаете старое дерево, то вам бы не хотелось писать много раз delete, delete, delete. У вас в деструкторе это и так написано. Вот, поэтому можно захотеться здесь написать просто деструктор, а дальше уже вот это. Это неправильно, так нельзя. Почему так нельзя? Кто знает? Кто смотрел лекции наперед? Я смотрел лекции, которые вы нам скинули. Нельзя два раза уничтожать у одного объекта, вызывать деструктор. Значит, по стандарту, если у одного и того же объекта два раза вызывается деструктор, это убэ. Вот, поэтому, когда вы так написали, если вы скомпилируете с оптимизацией, компилятор имеет право после того, как вы деструктор первый раз вызвали, вообще игнорировать все дальнейшие действия над полями, потому что компилятор считает, что после того, как деструктор хоть один раз вызван, больше обращений к полям объекта не будет никогда. И де-факто, если GCC с оптимизацией скомпилировать вот такое, то вы с удивлением обнаружите, что вот эти инструкции просто проигнорированы. Ничего не делается, полям ничего не присваивается, потому что компилятор считает, что уже деструктор отоработал, нет смысла что-то полям присваивать. Уже объект умер, после того, как деструктор отработал. Поэтому так писать нельзя. А как можно написать? Есть такой хитрый способ реализовать оператор присваивания, которое называется Copy and Swap. Сейчас я о нем расскажу. Смотрите. Я это все удалю, короче. И напишу вот что. Давайте я создам копию текущей строки и назову ее копия. Вот. Дальше я сделаю следующую интересную вещь. Я сделаю своп с этой копией. Что такое своп? Это у меня еще не было написано, но я поясню. Своп это просто своп всех полей. Вот если мне дали какую-то строку в своп, то я сделал... Тогда могу вызвать std swap. Значит, r, s.r, std swap, cz, s.cz, и std swap, значит, cap, s.cap. Ну, метод своп, он есть на самом деле у всех стандартных контейнеров, включая строки, и он именно так работает. Он просто берет и свопает все поля. Вы меня спрашивали, как своп работает с векторами завод единицы. Вот так и работает. Как вектор свопнуть с другим вектором завод единицы? Ну, например, так. Он просто указатели переставляет и размеры переставляет, соответственно. Так и своп строк работает. То есть этот метод, он в любом случае полезен. Так вот, я взял, вызвал своп от этой копии, и все. Дальше написал return this. Вот вам и весь оператор присваивания. Извините, а мы почему-то в операторе присваивания S вообще не используем. Мы не должны стринг копии разобно звездочкой сделать? А, равно звездочкой, равно S, наверное, а не Viz. Ну да. Давайте посмотрим, что... Да, да, это странно, конечно. Не Viz, а S. Я затупил, засомневался. Да, что произошло? Ну, я создал копию той строки, которую мне дали конструктором копирования. Потом завод единицы поменял свое текущее значение, текущую строку с этой копией. Теперь моя строка стала тем, чем раньше была копия, а то, что раньше было моей строкой, теперь называется копия. Но поскольку копия локальный объект, он уничтожается, когда эта функция заканчивается. Вот и получается, что у меня как бы то, что копия той строки продолжает жить во мне, а я, будучи свопнутый с копией, уничтожаюсь, когда выхожу из этой функции, потому что деструктор копии вызывается. Это называется copy and swap. Это хитрый такой способ реализовать оператор присваивания коротко и красиво. И заметьте, что здесь мне не нужно даже делать проверку на то, равно ли S, короче, присваивание самому себе тоже работает корректно теперь. Потому что присваивание самому себе, это означает, что я просто создаю копию себя же и свопаю себя же с собой же, но это корректно. То есть просто, ну, это лишнее действие, я мог бы его не делать, но оно корректно. Я просто создал копию того, чем был я. У меня две, две эквивалентных копии себя, но я переставил указать, или одну удалил, другую оставил. Это все еще корректно работает. Вот. И в такой ситуации я могу еще сократить код и сюда принять стринг вообще по значению, а не по константной ссылке. Зачем мне создавать копию отдельной строкой в коде, если я могу сразу принять S по значению, и копия уже будет создана за меня. То есть я взял копию, принял сразу той строки, которую хочу присвоить, свопнулся с ней, и все. Вот весь оператор присваивания. Вот. Понятно? Вот это красивая реализация оператора присваивания. А... вот такие дела. Ну, наверное, это все, что я хочу сказать про оператор присваивания сейчас и про правила трех. Еще момент, который я хочу здесь упомянуть, это что вообще-то, что в случае оператора присваивания, что в случае конструктора копирования у вас имеют право одновременно существовать и такой конструктор, и такой конструктор. Ну, если у вас есть вот такой, то компилятор этот уже не будет генерировать. Но вообще-то вы можете явно попросить сгенерировать компилятор вот такой конструктор, и тогда конструктор от неконстантной ссылки будет работать так, как по умолчанию работает. То есть неправильно. Вот. Но иногда, очень редко, но иногда бывает нужно, чтобы конструктор там от неконстантной его ссылки, от неконстантного стринг работал иначе, чем конструктор от константного стринга. Их можно перегружать. Аналогично, если у вас есть конструктор от неконстантной ссылки на string, то компилятор не будет уже генерировать вам конструктор от const string ampersand, если вы явно не попросите. То же самое с оператором присваивания. Если вы сделали оператор от string ampersand, то от const string ampersand уже не будет генерироваться. И оператор присваивания тоже относится к функциям, которые компилятору можно явно попросить за вас сгенерировать, то есть написать равно default. Если по какой-то причине компилятор не сгенерирует их сам, если почему-то вам нужен оператор присваивания с геймингомпилятором, можно писать равно дефолт, и компилятор сгенерирует, если, конечно, ему что-нибудь не будет запрещать это сделать. А что ему может запрещать это сделать? Ну вот если вы попросите равно дефолт у класса, у которого полями являются ссылки или константы, то компилятор вам откажет, он не сможет ничего сгенерировать. То есть оператор присваивания не получится сгенерировать, даже если вы явно попросили у класса, у которого в полях есть ссылки или константы. Потому что непонятно, как их присвоить. Он не может по членам присвоить. Ссылку он как бы может, но это будет не то, что ожидается, скорее всего. А константу, в принципе, присвоить нельзя. Поэтому он просто откажется генерировать вам этот оператор. Так, ну все. Это все, что я хотел рассказать пока про оператор присваивания. Про вот это вот, кто там сильно наперед, я не буду сейчас говорить. Там про LValue, RValue, значит, квалификаторы не будем пока это еще успеем обсудить. Пока и так хватит вам голову, чем заморочить. Хорошо, давайте пойдем дальше. У нас еще 15 минут. И давайте следующий пункт. Ну, собственно, следующий пункт, он про перегрузку остальных операторов. Значит, перегрузка прочих операторов. Так, у меня тут уже есть какой-то файлик. Ну, давайте я его удалю в чертой матери, сделаю новый файлик. Ну, теперь я уже буду, значит, на примере какого-нибудь другого класса показывать перегрузку. Мне кажется, что как раз можно показывать перегрузку либо на примере класса комплекс, либо на примере следующего класса, который вам предстоит реализовывать, класс длинных чисел, big integer. Ну, давайте я буду показывать на примере класса длинных чисел. Ну, вы все, наверное, в своей жизни писали длинную арифметику хоть раз. Overloading, isn't it? Overloading, да, я пропустил букву R, не знаю почему. Overloading. Да, все вы наверняка знаете, что такое длинная арифметика. Вот, и в питоне у вас длинная арифметика встроенная, там сколько угодно длинные числа могут быть, а в плюсах нет, и вам надо ее реализовывать самим. И вот, значит, вторая задача, которая у вас будет после string, это написать big integer, то есть класс длинных чисел, который будет поддерживать там все операции плюс-минус. Можно разделить, быстро умножить, быстро разделить, там и так далее. Вот, и с правильной семантикой, с присваиванием составным и так далее. Вот сейчас мы еще раз вкратце обсудим все, значит, основные операторы, которые мы обсуждали так, упорно в пункте 1.4, но теперь мы уже на новом уровне их обсудим, а именно как их самим реализовывать, и как правильно, что из них должен кто возвращать, чтобы вся семантика сохранялась корректно, чтобы виды value были правильные и так далее. Ну вот, если говорить про класс длинной арифметики, что в нем в качестве полей можно хранить? Ну, можно хранить вектор чисел, да, не знаю, назовем его digits. я не буду сейчас писать прям как полагается, но вот, допустим, я реализовываю длинную арифметику, там у меня, наверное, еще поля надо будет, но это мы потом, вы сами догадаетесь. Вот у меня сейчас интересно, допустим, конструкторы все уже написаны, там система счисления, все с ней понятно, вот мне интересно, как реализовать именно операторы. Как правильно реализовать плюс, например? Да, ну, во-первых, как реализовать оператор присваивания? Оператор присваивания тут дефолт не подойдет, потому что у меня в полях вектор. Вектор сам корректно умеет присваиваться, поэтому мне присваивать ничего по-умному не надо. У меня поля и так сами умеют присваиваться друг другу корректно. Давайте обсудим, как, например, плюс реализовать. Ну, как реализовать плюс? Ну, вот перегрузка арифметических операторов. Я сейчас напишу комментарии. Арифметические операторы. Но понятно, что в своем коде не надо писать, конечно, такие комментарии, это глупости, это тавтология. Это видно и так, что они арифметические, это просто я, чтобы разделить, так сказать, в учебных целях. Как перегрузить оператор плюс от двух big integer? Ну, что должен возвращать плюс? Плюс должен возвращать новый big integer. Не ссылку на старый big integer, а именно новый big integer, потому что плюс, он возвращает новое временное значение по семантике. Когда вы написали а плюс б, вы создали новый объект, вы не какому-то из а и б присвоили эту сумму, а вы создали новый объект, являющийся суммой этих двух. Его вернули. Не ссылку на него, а копию. Потому что у вас объект временный, как бы вы его только что создали, и вот он в воздухе подвешен. Ссылаться не на что, у вас нет той переменной, в которую как бы на что вернуть ссылку. Понимаете, вам нужно создать новое нечто и вот его вернуть. Поэтому, когда мы реализовываем операторы бинарные, арифметические типа плюс, мы возвращаем копию, ну, то есть значение. принимают они, конечно, аргументы по константной ссылке. Опять же, почему? Потому что копию мы не хотим лишнюю создавать, когда второй аргумент, когда второй аргумент прибавляем к себе. И не константную ссылку тоже плохо, потому что константные тоже должны уметь. Вот. И здесь пишем, соответственно, код сложения. Ну, у вас будет код выглядеть примерно так. Вы тут создаете biginteger не знаю, c, ну, или, не знаю, сумма. Тут делаете, собственно, сложение и возвращаете эту сумму. Ну, аналогично вы реализуете минус, там умножить, разделить. Вот. Тут есть несколько тонкостей. Первая тонкость такая. Как правильно выразить составные присваивания? Мне нужно, например, еще выразить плюс равно. Что должен возвращать плюс равно? А вот плюс равно должен возвращать ссылку, как и любое присваивание. Потому что плюс равно дает мне ссылку на то, что получилось, и ему я снова могу присваивать. А void ему не по госту делать, да? Да. Да. оператор плюс равно от const biginteger another. Что я тут делаю? а тут я делаю сумму, ну, и пишу return viz. Потому что я вот здесь как раз проявляется разница между плюс равно в себе, это вам в строках тоже надо будет делать, и плюс. А плюс равно эффективнее, чем плюс должен быть. Почему? потому что я себе, ну, я в себе же что-то меняю и возвращаю ссылку на себя. Но тут, как вы можете догадаться, будет один и тот же код. Вот здесь вот будет код, ну, это ладно еще сложение, там один цикл, а если умножение, там, фурьешка, да, будет у вас, допустим, или какой-нибудь там, ну, хоть даже обычное умножение в столбик, оно там два цикла уже. Ну, короче, тут много кода. И вот тут, и вот тут он одинаковый. Понятно, что мы не хотим дублирования кода, поэтому один из операторов плюс и плюс равно нужно через другой выразить. Вот вопрос важный на понимание, какой из операторов плюс и плюс равно нужно реализовать, скажем так, в каком из этих операторов нужно написать код самого сложения, а какой оператор нужно выразить через второй. Ну, очевидно, если мы будем выражать плюс равно через плюс, то мы потеряем все ускорения. Да, именно. Вот, ну, если вам это очевидно, то хорошо. Да, замечательно. Если вам это очевидно, то хорошо. А если не очевидно, то плохо. Вот, но многим не очевидно, я уверен. Поэтому объясняю, если вы интуитивно первое, чего хочется сделать, как бы первое наивное желание, это выражать плюс равно через плюс, ну, потому что как бы кажется, что плюс это что-то фундаментальное, а плюс равно это как бы присваивание с плюсом дополнительно. Если вы, не дай бог, выразите присваивание как А равно А плюс Б, то вы создадите лишнюю копию еще и там, возможно, дважды, потому что у вас будет сначала А плюс Б лишняя копия, потом еще лишнее присваивание копирования. То есть у вас будет О от Н, причем не то, что у нас будет двукратное О от Н, сначала создание копии, когда вы сделали плюс, а потом присваивание этой копии себе по элементу. Поэтому, конечно же, нужно плюс выражать через плюс равно. Поэтому вот здесь реально код сложения, а оператор плюс, он буквально выражается вот так в три строчки. Сум плюс равно another, то есть я изначально сумму делаю равной себе, потом плюс равно я делаю второй аргумент и возвращаю ее, то, что получилось. Фактически реализация оператора плюс вот так и должна выглядеть. Как и всех бинарных обычных операторов, минус умножить разделить вот так же. А вот плюс равно тут уже логика какая-то содержится. Но это не все проблемы. Есть еще такая проблема. Вот вы заметили, что я пока все операторы делаю членами класса. Но вообще-то операторы могут и не быть членами класса. и понимать, когда операторы должны быть, а когда нет членами класса, это тоже нужно. Вот на что это влияет? Ну, например, вот я пишу, ну, у меня есть конструктор, ну, должен быть конструктор, big integer от обычного я же могу создать big integer вот с каким-то интовым значением. Я могу сказать big integer там bi равно 5. Вот. Потом могу сказать big integer не знаю, ci равно bi плюс 5. Вот. И здесь у меня будет вызван оператор плюс. но как он будет вызван, да, у меня оператор плюс, у него левый оперант bi, то есть big integer правый оперант int. И тут начнет происходить неявное приведение типов. Если у меня у big integer есть конструктор от int, то это значит, что он позволяет неявный каст из int в big integer. Это значит, что когда я так пишу, вызывается оператор плюс от двух big integer от левого аргумента big integer и правого аргумента big integer. Вот. И он значит делает неявный каст пятерки к big integer, а потом выполняет вот этот код. Но такое может сработать только если левый аргумент это big integer. Если левый аргумент это int, а правый аргумент это big integer, то такое не сработает. Потому что вот этот оператор он всегда подразумевает, что левый аргумент, то есть первый оперант, это this. И неявный каст левого операнда не рассматривается. Рассматривается только неявный каст правого операнда. Если я напишу вот здесь не bi плюс 5, а 5 плюс bi, это не будет работать. Это не скомпилируется, потому что нету у int операции сложения с big integer. А с кастить int к big integer сейчас нельзя, потому что оператор плюс это член класса big integer, а если он член класса big integer, то у него всегда первый аргумент это big integer должен быть, чтобы он попал в рассмотрение. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш оператор работал симметрично для левого операнда и для правого операнда, вам нужно этот оператор делать не членом класса, а внешней функции. И вот именно таким должен быть оператор плюс. Я его отсюда убираю, обставляю сюда. Как он должен работать? У него должно быть два аргумента теперь уже, потому что он не член класса, и вот когда оператор не является членом класса, у него нет неявного первого операнда вис, у него все операнды нужно явно указать, поэтому у него сейчас у меня два аргумента уже, я могу сказать а и б, и могу сказать, что здесь сумма равна а, потом сумма плюс равно б, и вернуть сумму. я могу это сделать похитрее, я могу опять избежать чуть сэкономить и сказать, что сразу я просто принимаю по значению вот этот левый оперант и просто возвращаю то, что получилось. Но только имена а и б наверное не очень хорошо писать там first second лучше, потому что однобуквенные имена это плохо. Вот так выглядит оператор плюс двух бигантинов. То же самое с оператором минус и так далее со всеми симметричными операторами. Оператор присваивания я уже не могу сделать не членом, потому что мне для оператора присваивания нужно, чтобы обязательно был виз. Ну, если я нахожусь не в классе, то виз не имеет смысла. Только вам нужно в паблик вынести плюс равно. Ну, понятно, что это все должно быть паблик, естественно, я не пишу паблик, потому что забываю про него. Ну, понятно, что я подразумеваю, что оператор у меня публичный. Можно писать стракт вместо класс, естественно. Вот, да, вот так вот выражаются правильно бинарные операторы. Во-первых, бинарные операторы не являются членом класса, присваивания являются членом класса, а операторы выражаются через присваивание, а не наоборот. Есть еще унарный плюс и унарный минус, я напомню. Вот, и эти операторы, ну, вот, например, что такое унарный минус? Он возвращает новый biginteger, и у него нету параметров. Ну, если его делать членом класса, то у него нет параметров, потому что унарных операторов первый аргумент и так, не явно this, а правого нет, второго нет. Если я бы написал второй параметр здесь, то это был бы бинарный минус, а я не написал параметров и сделал членом класса, поэтому это получился унарный минус, и что должен делать этот минус? Я могу выразить его через бинарный минус, например, я могу сказать return 0 минус this. Это будет значит бинарный минус. Ну, или могу скорее тут правильнее сделать не так, а у меня еще должно быть поле sign, которое отвечает за знак, и я его поменяю на противоположный и верну копию того, что получилось. Варианты разные, но смысл в том, что унарный минус, если он член класса, то у него нет параметра. А если вы унарный оператор делаете не членом класса, то тогда у него надо явно прописывать параметр, вот этот единственный параметр и будет вашим единственным параметром, от которого оператор называется. Ну, давайте последнее, что я за сегодня расскажу, это как перегружать инкременты. А где предпочтительные писать вне класса или внутри? Я же вам сказал, это зависит от того, какой оператор вы реализовываете. понятно, но если типа при прочих равных. Ну, я не знаю, что значит прочие равные. Если ваш оператор должен симметрично себя вести по отношению к левому и правому операторам, значит вне класса. Если вам принципиально, чтобы левым аргументом был именно объект вашего класса, то есть они неравноправны в вашем операторе, то есть вам нужно, чтобы левым оператором был именно настоящий объект, вы, как присваивание, тогда вам надо, чтобы это был член класса. Ну, я не знаю, что прочие равные. Либо у вас такая ситуация, либо другая. Либо вам принципиально, чтобы одним из документов был виз, либо нет. Вот. Ну, как реализовать инкременты, давайте обсудим. инкременты. Ну, вот с инкрементами, например, что делать? Инкрементов два. Бывает префиксный инкремент и постфиксный инкремент. Давайте сначала обсудим, как реализовать префиксный инкремент. Что должен возвращать префиксный инкремент? Я напоминаю, что префиксный инкремент, его результат это LValue, и вы снова можете присваивать ему, то есть вы возвращаете себя самого, а не копию себя. Значит, вы возвращаете ссылку. Оператор плюс-плюс. И у вас нет аргументов больше, потому что вы унарный оператор. Что вы делаете? Вы просто добавляете к себе единицу и возвращаете же себя. То есть вы можете по сути написать так. А можете написать еще короче. что результат этого же и так ссылка на себя. можете прям так написать. Никакой копии при этом не создается. И вы вызываете именно плюс-равно. А плюс-равно тоже эффективно работает. Если вам всю единицу это отличать от префиксного тогда? Ведь если я напишу снова оператор плюс-плюс без рп, это будет считаться префиксным инкрементом. Тут просто создатель пошел на беспрецедентный шаг. То есть нужно было придумать какой-то костыль, как в сигнатуре оператора отличать постфиксный инкремент от префиксного. То же самое с декрементом. создатель наш принял гениальное решение давайте постфиксному инкременту добавим фиктивный аргумент int. Можно смеяться. Закадровый смерть. А плакать. Да, вот если бы мы очно сейчас сидели, то сейчас должен быть закадровый смерть в зале. короче, как объявить постфикс инкремент. Надо объявить инкремент с аргументом int. И это будет постфикс инкремент. Вот постфикс инкремент в отличие от префиксного копию возвращает. И что он делает? Ну вы говорите big integer копия равно this плюс плюс this а вернуть копию. и теперь вы понимаете почему постфикс инкремент работает за линию в отличие от префиксного. И теперь вы понимаете почему постфикс инкремент менее предпочтительен вообще говоря, чем префиксный. В случае обычных int-ов это без разницы, но в случае длинных каких-то больших объектов инкремент префиксный это очень быстрая операция, а постфикс инкремент это линейное время занимающая операция. потому что в постфикс инкремент вам обязательно нужно создать копию старого значения прежде чем вы сможете увеличить старое значение увеличить а вернуть то, что было. Поэтому вам приходится создавать копию старого и ее возвращать, а старое вис инкрементировать. То есть вот это int это как бы абсолютный костыль. Это просто костыль. это просто тупой костыль. Просто способ максимально тупой, как отличить префикс от постфикс по сигнатуре. Фиктивный int. Давайте на сегодня все, потому что мне уже пора заканчивать. Ну и встретимся мы, видимо, в понедельник. Ну а до этого времени вы уже можете начинать, будете кодить стринг. Нам в понедельник мы уже, я думаю, ну в понедельник у нас будет две пары получается с вами опять и утренняя и вечерняя и значит мы там продвинемся еще достаточно существенно вперед. Ну все на сегодня. Субтитры Продолжение следует...